Я вот тут много всего рассказывал, нарассказывал о штопоре И вот я пока рассказывал, сам понял Знаете, как профессор читает лекцию, пока сам рассказал, все сам понял Субтитры делал DimaTorzok Педаль, вот выход Уменьшаем скорость, еще меньше ручка на упоре И даю правую ногу, и жду Вот планер раскрутило, раскрутило, крутит Вот его вращаем, ручка внедраем, оп Ну, видите, как легко получилось Субтитры делал DimaTorzok Еще, еще, ручка на упоре, на упоре, на упоре, на упоре Педаль правая, резко, до упора Ждем, 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 ждем Ручку отдал до нейтрали и плавно на себя О, замечательно Субтитры делал DimaTorzok Ну, это, я считаю, знаешь, такой алимент новичкам везет То есть это просто в некотором роде повезло И этому надо спасибо сказать В этой ситуации Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта Сейчас замечательно ламинарное состояние атмосферы на пик Дебюре И возникла идея, почему бы не записать ролик про самый большой страх авиации, штопор Мы набрали 4 километра, набрали это все в волне Сейчас здесь ламинарная воздушная масса И мы можем попробовать, я вам продемонстрирую, как на этом планере делается штопор Вообще о штопоре, так скажем, порассуждаем То есть такая небольшая микролекция о штопоре Я осматриваю воздушное пространство, чтобы под нами не оказалось никакого самолета, планера и прочей нечисти У меня впереди ученик Иван, которого налет есть на самолете 100 часов Он тоже знает, как смотреть за тем, что снизу Вань, ты будешь главным по пространству, я буду главным по штопору Итак, смотрите, ну первонаперво, просто как этот штопор сделать Ну вот я сейчас уроню скорость до 80 км в час Ручку вставлю на упор, вешу, вешу, планер, видите, не валится в штопор Вообще не хочет совсем Вот она, по ручке я бью Не валится и все Значит, чтобы все-таки его свалить Я нос поднимаю чуть выше, сейчас он медленно, медленно, все равно не валится И даю ногу, вызываю скольжение Вот правильно повалился И я его вывожу Как вы видите, ничего страшного То есть, почему планер валится в штопор? Классический случай Это пилот берет и, например, на посадке, на четвертом развороте очень боится земли Вот он подлетит, он налетит на скорость 120, ему страшно И дальше он замечает что-то на полосе О, какая-то хрень на полосе, там, не знаю, блеснуло что-то А может кто-то выбежал туда, а может еще что-нибудь И он начинает отвлекаться на эту полосу и не замечает, как задрал нос В этот момент он же поворачивает еще, может быть, куда-то там Вдруг еще какая-то атмосферная трубулентность И вдруг планер начинает нос опускать А он ручку держит на себя, пытается нос поднять И дальше завертелось вот так вот То есть классическая ошибка Это вместо того, чтобы отдать ручку В случае любой проблемы Пилот берет и ручку тянет зачем-то на себя И вводит планер в штопор Что дальше будет? Дальше это вот так вот, если ручку продолжать удерживать А планер вот так будет вращаться, как вращался до самой земли Какие действия при начале этого процесса? Если планер нормально, симметрично летит Он переходит в парашютирование и не валится Он сам нос опускает Мне не хватает ручки, чтобы его загнать Штопор возникает из-за большого угла атаки Мы увеличиваем и увеличиваем тангаж Увеличиваем и увеличиваем угол атаки Угол встречи нашего воздуха с потоком, с крылом И на некотором критическом угле атаки Воздух перестает безотрывно обтекать наше крыло И образуется срыв потока Такой вихрь, подъемная сила падает Все Если все происходит симметрично Вот планер у нас летит У нас нет ни одного крена, ни второго Нету скольжений То по мере увеличения угла атаки Произойдет срыв потока И начнется парашютирование И планер обычно опустит нос и разгонится Если вдруг все-таки планер резко опускает нос На маленькой скорости Например, вот как сейчас Просто отдать ручку от себя И дальше Вот планер в нормальное положение вернулся Еще не раскрутился, он просто вот свалился Вот если в момент, когда он свалился Отдадите ручку от себя То планер разгонится и выйдет Просто отдать ручку от себя Устранить вот эту проблему Устранить потерю скорости Ну а что же делать, если все-таки планер Зашуршал штопор уже по-настоящему Ну, во-первых, что при штопоре происходит На одном крыле начинается срыв потока Вот смотрите, если я хочу правый штопор сделать Я буду ногу правую давать Видите, скольжение, воздух с этой стороны обтекает Правое крыло затенено, оно первое сорвется Так как подъемная сила пропала Позникнет вот такой крен И одновременно сопротивление заставит Немножко вот так повернуться планер И в этот момент, из-за того, что угол атаки большой Сорвется и это крыло И дальше начинается вот такое вот вращение По спирали Вот как штопор выглядит Срыв и дальше вот так Чтобы он прекратил это извращение Нужно прекратить вращение Вращение можно прекратить Ну, во-первых, уменьшить угол атаки То есть отдать ручку от себя до нейтрального положения и дать ногу против вращения. При вот таком вращении крылья обдуваются отвратительно, элероны не работают. Единственная поверхность, которая адекватно управляется, во-первых, стабилизатор, а во-вторых, руль направления. То есть стабилизатор позволяет нам уменьшить угол атаки, а руль направления позволяет убрать вот это вращение. То есть мы даем при правом штопоре, мы даем левую ногу, руль направления повернется в эту сторону и захочет прекратить вращение планера. Это кажется удивительно, да? Какая-то маленькая поверхность обтекается, и она вдруг остановит вращение на таких длиннющих, огромных крыльях. Ну, факт остается фактом. То есть это вот то, что способствует остановке этого вращения и перехода планера на нормальный режим полета. Давайте мы это повторим сейчас. Я осматриваю воздушное пространство снизу. Уменьшаем скорость. Вот, уменьшили, я даю ногу правую. Началось вращение, вот я удерживаю ручку, удерживаю, 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 удерживаю. Отдал ручку и против вращения педали. Вот выход. Выглядит это мрачно, то есть ощущение неприятное. Но каждый пилот должен научиться выходить из штопора. Когда новый планер, там пол витка скрутить это не так страшно. То есть когда вот мы только начало делаем, он там опустил, он скрутнул, а вот виточек скрутить уже несколько страшнее. Уменьшаю скорость. Меньше-меньше ручка на упоре. И даю правую ногу. И жду. Вот планер раскрутило. Раскрутило, крутит. Вот его вращает. Ручка в нейтраль. Оп. Ну видите, как лихо получилось. И так, как вы видите, друзья, пол виточка штопора это одно, а там ближе к виточку это совсем другое. Я скажу, что дальше это совсем третье, потому что возможно положение планера, когда он будет даже в таком чуть перевернутом положении, неприятном. И смотреть в землю, когда ты вот так летишь мордой в землю, крайне неприятно. И нужно не забыть хоть что-то сделать. И самое неправильное, что можно сделать, это вцепиться в ручку, не отдавать ее от себя. И тогда планер будет просто вертеться, вертеться, вертеться. Поэтому первое, что это нужно сделать при штопоре, самое главное, это ручку вернуть в нейтральное положение. И дальше. Часто планер сам выскочит из этого. То есть вот просто вот, как только вы ручку вернули, он прекратит вращение, будет нормально. Но, есть вероятность, что так не сделает. Нужно дать противоположную ногу. Делали вот сейчас правый штопор, на выходе непосредственно левую ногу. И все. И планер, как вы видели, сразу оживает. И дальше нужно его вывести из положения, когда он смотрит мордой в землю. То есть нужно начать давать ручку. При этом это движение должно быть таким до пупа. Потому что есть риск повторного срыва. Вы создадите перегрузку, а скорости на плане или нет. И он просто из одного штопора полетит в другое. Потому что штопор может быть не только на скорости 80 км в час. А он может быть и на 120 км в час. Просто при перегрузке 3. Вот он будет уже на 120 км в час. Вот. Поэтому нужно... Планер начал набирать скорость. Очень быстрый процесс. Нужно дать ручку на себя и все-таки ее давать достаточно плавно. С другой стороны, если вы будете давать сверх плавно, то вы рискуете разогнать планер. Вы видели, у меня выход получается на 200 км в час. А если я еще задеваюсь, будет уже 240-250 км. А на этом планере ограничение в 275 км. Поэтому какой-то компромисс между этих двух способов. И все получится, все будет замечательно. Друзья, вы часто спрашиваете, как выглядит процесс обучения. Там, покажи нам, прям вот как оно на самом деле. Вот на самом деле Иван летает второй день. Налетали мы с ним достаточно много. Уверенно парит в динамике. Даже брал волны. Вполне нужно потренировать с аппаратом. Давай, отдал управление. Поехали. Уменьшай скорость. И просто сделай так, чтобы он попрошютировал. Видишь, пытается свалиться. Удерживай от крена. Удерживай, удерживай, удерживай. Удерживай, не давай. И ручка в упоре. Да, вижу, что ручка в упоре. Молодец, все правильно. Вот, и сейчас пробуем. Нос подымай. Еще раз, подымай нос. Подымай нос. И когда он потеряет скорость, резко педаль до упора. Давай, нос подымай. Еще, еще ручка на упоре. На упоре, на упоре, на упоре, на упоре. Педаль правая резко. До упора. Ждем, 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 ждем. Ручку отдал до нейтрали. И плавно на себя. О, замечательно. Тоже самое в левую сторону. Хорошо. Вот так сейчас. Вот так и держи, держи. Ручку постепенно дотягивай. Дотягивай, 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 дотягивай. И ногу энергично. Вот, пошел. Хорошо, ручку нейтраль. Ну, немножечко такой получился. Не до штопор сейчас. Скольжение. Правую педаль. Правую, 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 правую. Забыл. Запутался в ногах, батенька. Это тебе не самолет. Я в жизни не делаю. Ну, что, что? А ты на самолете еще штопор не делал? Нет. Да? Нет. Е-мое, а почему? Ну так, нет программы ППЛ штопора. Друзья, в ЯСа нету программы штопора. Левый 15 градусов. Я просто рассчитывал, что ты уже делал. Ну, видите, как талантливый ученик, талантливый по всем. Ну, тогда давай еще правый, левый, потому что тебе однозначно в этом надо учить. Сбрасываю скорость. Все, нормально? Да, да. Медленно. Ага. Поехали. Нога. Держи, 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 держи. Отпустил. Правую ногу, ага. И выводим. Все. Сейчас все нормально было. Поврешаю скорость. И плавненько разворачиваю планер к пик-дебюру. Попробуем еще. Стопор, друзья, обязательно нужно тренировать. У Ивана 100 часов налета на самолетах, но в европейской системе АСа, оказывается, нет тренировки. Есть там заваливание какое-то, но вот на стопор так, чтобы самолет начал вращать, этого нету. Ну, мне кажется, как раз, когда клюнуло немножечко, это как раз не так страшно, чем когда начало уже вращать, и там это все носом вниз. Вот это как раз из этого положения надо учиться выводить. А там, когда он носочком чуть клюнул, ну, блин, все слишком просто. Поэтому, конечно, мне кажется, что пилоту, летчику, ну, обязательно нужно уметь делать штопора. Это прям залог безопасности. Я бы, например, очень не хотел бы летать с пилотом самолета, там, линейного, который не умеет из штопора выводить. Крайне важно уметь выходить из штопора, и самое главное уметь в него не входить. Такая вот позитивная тема. Я вот тут много всего рассказывал, нарассказывал о штопоре, и я же люблю на пальцах объяснять. И вот я пока рассказывал, сам понял. Знаете, как профессор читает лекцию, пока сам рассказал все, сам понял. Смотрите, что я понял, может, и вам пригодится. Как мы входили в штопор? Мы давали правую педаль на входе, то есть вызывали скольжение. То есть планер проворачивал вот так, относительно вот походка добегающего, и поток набегал отсюда. Это крыло у нас в затенении находится. Ну, и плюс такое втекание, косое у крыла. Это в более лучших условиях находится. И на этом крыле начинает, по мере роста угла атаки, начинается срыв потока раньше. И в этом случае, что происходит? Оно теряет подъемную силу и многократно увеличивает сопротивление. Потеря подъемной силы приводит к тому, что вот так вот, ух! То есть на это крыло планер валится. А сопротивление, вот такой проворот вызывает, вот такой вот, такой вот, такой вот. Получается, ух! И вот так. И в итоге вы получаете так. И дальше, когда это у идет, нужно понимать, откуда вращение. Вращение возникает от того, что на крыле, вот когда планер вращается в топоре, подъемная сила никуда не делась. Она какая-то осталась. Она маленькая. Что, помните, по поляре там сопротивление огромное. Но из-за того, что идет вот это вот вращение, оно началось из-за того, что была подъемная сила здесь меньше. Она пропала. Он будет, как это полукрыло, в более глубоком срыве. А это в менее глубоком. Поэтому здесь подъемная сила остается больше. А здесь меньше. И вот это вот то, что вызывает вращение планера относительно вот этой оси. Ну и плюс сопротивление. Вы понимаете, что на этом крыле сопротивление больше, на этом меньше. Это вызывает еще вот такое вращение. Все это сочетание вращений приводит к тому, что вот это вот вы как по спирали это все снижается вот как я это понимаю по реализируйте я думаю дойдете то зачем нужно давать ручку тебя понятно да угол атаки уменьшить дача стабилизатор работает дача ручки позволит уменьшить угол атаки и принципе только это может способствовать выходу прав планера и стопора но так как есть у нас вращение то это вращение можно разницу вот этих подъемных силах остаточных крыла и силах сопротивления можно уменьшить тем чтобы дать руль направления против вращения при правом стопоре дать левую педаль чему это приводит руль направление отклоняется в эту сторону и проворачивает ось планера вот так вот так вот и вот это крыло которое находится в более худших условиях обтекания когда планер проворачивает улучшается условия работы этого крыла и разница между этим и этим уменьшается собственно это и приводит к остановке вращения в совокупности с отдачи ручки от себя и перевода планера на маленький угол атаки все вот представьте вот я вот до этого сейчас додумался раньше не знал я так поанализировал дум его давайте пообсуждаем похоже на правду такой объяснение или нет я учил эту теорию штопора когда учился в авиационном институте там все это как как учил так и забыл но вот на пальцах вот так вот ставить как можно объяснить на пальцах как смог так и объяснил понятно что с форума и там с графиками с углами это все можно объяснить но тут же не мы мои мое желание чтобы осталось некая соль некое вот такое простое объяснение которого никогда не забудете вот вы так вот в мозг она влетела что руль направления против вращения ручку в нейтраль все и всегда что проводить тут стоит заметить что бывают разные виды стопы штопора кстати о чем я о чем я еще не рассказал мы с вами вот все что говорили о штопоре обсуждали крутой такой школ штопор бывает плоский штопор в спуск плоскому штопору способствует задняя центровка планера ну и собственно конструкция планера там и стреловидность у крыла да там больших самолетах тоже этому способствует чем характерен плоский штопор тем что планер носом землю вот так не вращается он вращается как тот так как кленовый лист почти в грязну нос наклонён но вот вот так такое-то вращение блинчиком таким возвращается при плоском штопоре угол атаки намного больше чем при крутом штопоре вот собственно основное отличие именно поэтому из-за того что огромные углы атаки из плоского штопора самолет планер очень сложно вывести чтобы вывести самолет планер из плоского штопора нужно сначала перевести планер самолет крутой штопор и только после этого уже он выйдет в нормальный полет как попасть плоский штопор во первых лучше в него не попадать но этому может способствовать удержание ручки на себя и допустим работа элеронами элероны как вы видели бы при выходе из штопора элеронами не пользовались но допустим дачи элеронов против вращения как раз будет способствовать переходу в площадь и штопор потому что что произойдет если мы даем ручку влево у нас этот элерон отклоняется вниз а на этом крыле и так при правом штопоре на этом крыле и так угол атаки большой знаете поэтому дачи элеронов вот как раз будет способствовать перехода в плоский штопор соответственно одна из рекомендаций по выходу из плоского штопора это дачи элеронов по вращению для того чтобы на вот этом крыле уменьшить угол атаки соответственно отдача ручки тоже бывает еще перевернутый штопор это когда вы например делаете петлю и вот верхнем положении или там перевернут летите и в этом положении срываете на ваш летатель аппарата здесь кабина в этом случае и он там пошел тоже вращаться такие виды что про бывает у нас крутой штопор перевернутый штопор крутой плоский штопор ну по идее может быть плоский перевернутый наверное если вообще должен быть полный тихий ужас при плоском штопоре еще что всем плохо там угловые большие скорости выбрасываете из кабины то есть там такой вот все все настолько плохо что вот ни в коем случае в пост и штопор я бы не советовал попадать ужас 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 я ни разу не делал поэтому никаких рекомендаций по выходу давать не могу потому что обычно рассуждаю о том что что-то делал не перевернутый не плоский я не делал поэтому вот молчу когда учусь я расскажу комментируйте пожалуйста это видео насколько вот это нужно сколько нужен такой формат потому что мы видите экспериментируем там есть вариант можно было там кучу формул углов там сейчас нарисовать но моя задача как мне кажется на пальцах что-то объяснить но кто-то поймет и кому-то вот как раз заходит вариант с пальцами ну кто-то просто на картинку посмотрит одну единственную по его где были мои глаза и все сразу понял поэтому комментируйте как это улучшит модельку и конечно следующий раз возьму получивайтесь слепили сын не дал сегодня модельку пришлось вот из палок сделать но она зато есть дуба настоящего под этим дом кстати растут настоящие трюфели черная вот может вот здесь гребнится какая-нибудь трюфеля сейчас выкинем вниз и вырастет здесь пуфельный лес советуйте как это всегда улучшает работу канала вот и мне интересно его дальше развивать потому что вот эта обратная связь и понимание вообще что это кому-то нужно это вообще высшая ценность выше ничего не бывает ну и так весело вот сейчас мой ученик иван летает балдеет набирает волне а я байки всякие травлю классно до новых встреч будем летать